Салю, братишки, стреланки, микрофон, мистер Кейт, добро пожаловать в GTA 5! Сегодня потрясающий день, а всё из-за того, что сегодня самый важный день для всего человечества. Именно сегодня состоится запуск космического корабля от компании SpaceX, который возглавляет Иоанн Маск на Марс. Да, сегодня люди впервые полетят на Марс, и одним из этих людей, который мог бы полететь впервые на Марс, мог бы стать Франклин. Да, не удивляйтесь, он звонил, писал Иоанну Маску, умолял его, пожалуйста, братюня, отправь меня на Маск. А Иоанн Маск ему такой, не, бро, никуда ты не полетишь. И это при том, что я владею настоящей Теслей Кибертрак. Я не знаю, может быть, Иоанн Маск обиделся на Франклина, потому что он угнал эту Теслу Кибертрак у него из дома где-то полгода назад. Не знаю, может быть, это и связано как-то, но тем не менее, я разочарован, и сегодня я хочу отомстить Иоанну Маску. Этот взлет пройдет немного не по плану. Дело в том, что сам Иоанн Маск как бы на Марс лететь не планирует первым же кораблем, но мы это исправим. По названию видео вы, наверное, уже поняли, что я задумал, но вернемся к этому немного позже. Сейчас же я отправляюсь не в дом к Иоанну Маску, чтобы его похитить, а именно мы будем его похищать. Для начала мне нужно съездить к Майклу домой, потому что в одиночку с этой задачей я, понятное дело, не справлюсь. И даже Теслу Кибертрак, бронированный внедорожник, мне здесь не поможет. А вот Майкл вполне может помочь. Ну и как вы поняли, да, сейчас будем похищать Иоанна Маска прямо из его роскошного дома, после чего поедем на космодром. Так что смотрите до конца, не забудьте поставить свой зверский лайк, если вам понравится это видео. Йоу, Майкл, ты где? Выходи, нужна твоя помощь. Франклину всегда, когда требуется помощь, он в первую очередь едет к Майку, потому что от Тревора помощи не попросишь. О, а Майкл у нас там занимается йогой. Дружище, мне нужна твоя помощь. Сегодня я хочу похитить самого Иоанна Маска и отправить его прямиком на Марс. Я думаю, ты слышал про запуск космического корабля на Марс. Без твоей помощи мне не обойтись. С одной стороны, жалко, конечно, отправлять такого великого человека на Марс, потому что он может пригодиться нам и на Земле, хотя может и не может пригодиться. Все-таки гения рождаются раз в столетие, но зато Франклин будет тем человеком, который избавится от гения раз в столетие. Майкл, давай заканчивай своей йогой заниматься, у нас куча работы. И ей-богу, одень штаны. Итак, какой у нас план? Сейчас мы направляемся в дом Иоанна Маска. Вы даже не представляете, где он живет? В таких живописных местах, но далеко от города, поэтому нам нужно поторопиться, потому что запуск ракеты по моим часам через 2 часа. Нам нужно за 2 часа успеть до дома Иоанна Маска, потом еще и на космодром SpaceX. Так вот, похищаем Иоанна Маска, после чего привязываем его к ракете, которая полетит на Марс. И что же, желаем ему гудбай. Я соглашусь, что звучит жестоко, но, как я уже сказал, этот парниша обидел Франклина. А Франклин не любит, когда его обижают. Смотрите, какой уважаемый джентльмен. Дорога заняла чуть больше получаса, но здесь конечная остановка. Здесь нам нужно будет пересаживаться на поезд. Дом Иоанна Маска не находится в пустыне, не подумайте. Но нам потребуется поезд, чтобы до него добраться, причем добраться незамеченными. А вот как раз и он. Так, Майкл, не облажайся, возьми из багажника парашюты, они нам тоже сейчас пригодятся. По оружию у меня, ну все окей, есть бронебойный пистолет, нам его, я думаю, будет достаточно. Дом Иоанна Маска очень слабо охраняется, его в принципе не нужно особо охранить, потому что он находится в достаточно отдаленном районе. Майкл, ты захватил парашюты? Отлично. Наша остановка это большой мост над каньоном. И он будет сразу за этим туннелем. Майкл, готовься прыгать с поезда. Сейчас наша остановочка, давай ты готов, все, слезаем, слезаем с поезда. Опа, Майкл, Майкл, не иди, щелкай ворон, ты спрыгай с поезда. Боже мой, Майкл, Майкл, он как-то криво слез с поезда, его расколбасило там. О, господи, Майкл, ты живой, ты в порядке. Он встает, он встает, я вижу, что он встает. Боже мой, дружище, я думаю, у тебя сейчас разнесет на куски и получится с тобой нам похитить Иоанна Маска. Но мы приехали на место, вы, наверное, спросите, чё, куда вы приехали? Здесь нет дома Иоанна Маска. Находится он прямо под нами. Глядите на эту вертолетную площадку. Я думаю, на этом вертолете мы как раз-таки и полетим на космодром, чтобы никуда не опоздать. Но сейчас наша задача, это очень, очень аккуратно и ювелирно приземлиться на дом Иоанна Маска. Майкл, пожалуйста, действуй аккуратно. Давай сначала я спрыгну, потом ты, потому что эти балки крайне неустойчивы. Вы поглядите, в каком шикарном... Открывай парашют, Франклин. О, Господи, так, так, ай, бля... Так, ладно, у Франклина не получилось. Надеюсь, получится у Майкла хотя бы. Франклину же придется подниматься пешочком в этот огромный дом. К счастью, он в достаточно живописных местах стоит. Я думаю, тут есть какая-нибудь лестница. Вот у Майкла получилось нормально приземлиться ко мне. Майкл, ты, конечно, мог бы приземлиться прямо на дом, но ладно. Спасибо, что поддержал меня хотя бы. Мне же по камням пришлось взбираться в дом Иоанна Маска. Так, окей, вертолет есть. Вертолет для отступления. Это что такое? Что за яма здесь? Что за препятствия такие ловушки? Ладно, будем через них карабкаться. Что же, мы в доме Иоанна Маска. И, как я уже сказал, здесь особо нет никакой охраны. Но при этом нужно быть обязательно на чеку. Майкл, я предлагаю остаться тебе здесь на шухере. Будешь следить за отходом. Я думаю, ты как раз таки будешь управлять этим вертолетом. Поэтому заводи вертушку, а я быстренько за Иоанном Маском. Итак, врываемся. Иоанн Маск, ты где? Выходи давай. Ты здесь? Ууу, тут сейф. Но у меня сейчас нет времени на взом сейфа. Опа. Так, уберем оружие. Здравствуйте. Это семья Иоанна Маска. Сегодня потрясающий день, да. А я друг, я друг Иоанна Маска. Пришел вместе с ним посмотреть на запуск космического корабля на Марс. Да, всем привет. Это, конечно, неприятная преграда на нашем пути. Но, если что, придется от них избавиться. Я готов идти на любые жертвы. Мне не хотелось бы убивать семью Иоанна Маска. Но, тем не менее. Так, что у нас за этой дверью? Врываемся. Опа. Это Иоанн Маск. Иоанн Маск, поднимай руки. Ты отправишься сейчас со мной. У меня есть для тебя большой сюрприз. Ты что, меня не узнаешь? Это же я, Франклин Клинтон. Я звонил тебе по врядку сотни раз. А ты мне отказывал в полете на Марс. Что ж, теперь ты за это поплатишься. Смотрите, какой у него шикарный кабинетик. Минималистичный. Но именно с этих мониторов он будет слить за запуском корабля на Марс. Но, теперь же он будет слить за запуском корабля немного из другого места. Окей, давай, поднимайся и ты идешь со мной. А это что еще за приколы такие? Ёба-йо! Че, все происходит? Слышь, бабка, бросай оружие! Бросай оружие! Я не отдам тебе Иоанна Маска! Блин, мама Иоанна Маска защищает самого Иоанна Маска. Мне это не нравится. Мне не хочется убивать старую бабульку. Что у меня здесь есть? Есть ножик, есть коктейль Молотова. Может быть, коктейль Молотова ее отпугнуть? Опа! Беги отсюда! Беги отсюда! Или следующий коктейль Молотова будет прямо в тебя! Я тебя предупреждал, бабка! Я тебя предупреждал! Опа! Промахнулся, что ли? Давай еще не бросим. Опа! Все! Иоанн Маск, ну, как бы не обессудь, она сама была виновата. Е-мое, что вы здесь за резню-то устроили? Вот, блин, я еще и дом поджег. Нужно быстренько здесь пробегать. Может быть, через окно пролезть? А, окно бронированное. Нужно здесь быстренько пробегать. Майкл, ты прибежал на выстрелы? Все нормально, помощь не требуется. Вот, блин, я слышу вертолет, я слышу сирену, они уже над нами. Так, Майкл, сажай Иоанна Маска внутрь. Ты куда побежал? Майкл! Майкл! Ты еще меня бросил? Ах ты, козлина такая! Мы же с тобой! Мы же с тобой вместе! Так, Иоанн Маск! Иоанн Маск пытается сбежать! И что мне делать? Так, ладно, далеко они не уповут. А, перехватим их внизу. Они меня кинули. Иоанн Маск, наверное, подкупил Майкла, прикиньте. Он подкупил Майкла, и они вместе от меня пытаются теперь сбежать. Блин, я думал, друзья не предают. Тут достаточно сильное течение, поэтому их нужно ловить прямо где-то, знаете... Ээээ... Дальше по реке. Проблема в том, что я под обстрелом. У меня четыре звезды, и меня ищет полиция. А теперь еще и полицейские сюда приезжают. Да, похищение Иоанна Маска пошло не по плану. Видимо, сработала какая-то сигнализация в его доме. Ах, вот ты где, гаденыш! Я поймал тебя, я тебя нашел! Давай, быстро залезай в чертов вертолет! Теперь ты от меня не сбежишь! Майкла я, правда, не нашел, но... Ничего страшного. Все, Иоанн Маск у меня в вертолете. Теперь главное, чтобы его не подстрелили раньше времени. Уйдите! Я не могу стрелять из вертолета. Могу, может быть, только факи им показать. Нет, ничего не могу делать. Все, тогда взлетаем и улетаем на космодром. Но для начала нужно сбросить в себя 4 звезды, чтобы полицейские потеряли этот вертолет, на который мы пытаемся улететь. К счастью, космодром SpaceX находится не слишком далеко. Он, как раз, находится в той самой пустыне, мимо которой мы проезжали. Но есть проблема. До запуска ракеты остается всего лишь 40 минут. Всего лишь 40 минут, чтобы прилететь туда и привязать к ней Иоанна Маска. Ух, супер! Полицейские потеряли меня из виду. Я не понимаю, как можно потерять вертолет из виду. Но теперь моя единственная задача это улетать. Улетать быстро и максимально далеко от них. Мы подлетаем к космодрому Гранд Сенора. Ракета уже на месте. В принципе, это неудивительно. До взлета осталось всего лишь полчаса. Ну что, Иоан Маск, ты готов? Вот твоя собственная ракета, твоя собственная разработка. Я уверен, твои астронавты справятся. Они долетят до Марса. Освоят там поселение и сделают совершенно новые города на другой планете. Но слишком близко подлетать к ракете я не могу. Зато я здесь вижу машину. Очень странно, что это не Тесла, например, Кибертрак или какая-нибудь другая модель. Потому что, блин, Иоан Маск, ты подводишь сам себя. Давай, вылезай из вертолетика. Как бы ракета твоя, космодром твой. А, это не Тесла. Так, иди за мной. Иди за мной. Медленно, медленно. Не смей даже рыпаться в сторону, иначе сразу схватишь пулю в голову. Хотя убивать его раньше времени мне не хочется, потому что у меня совершенно другие планы, как бы. Ух. Ну что ж, начинается самый ответственный и самый волнительный момент. Охраны, наверное, у этой ракеты очень много. Но я везу самого Иоанна Маска. Они подумают, что я его водитель. А он прилетел лично увидеть взлет его ракеты. С космодрома Гранд Синора. Блин, какая же она огромная. Вы поглядите. Это, видимо, уже вторую ракету готовят к запуску сразу после первой. В принципе, это логично, потому что на одной ракете до Марса не долетишь. Нужно же собрать кучу оборудования. Поэтому я думаю, они будут запускать сразу несколько ракет друг за другом. Но смотрится это очень масштабно. Мне так нравится. Просто глаза кайфуют. И, кстати, охраны здесь совсем нет. Есть только пожарные машины. Скорая помощь. И, в принципе, все. Поэтому давайте паркуемся здесь. И отправляемся на пусковую площадку. Иоанн Маск, давай, выходи. Показывай, где здесь проход к твоей ракете. Я вижу, там есть три... Ты не ори там, не ори. Все будет хорошо. Не переживай. Кстати, я вот не подумал. Я же не могу. Я же не монстр. Я не монстр, чтобы привязывать его к ракете. Вот в таком вот виде. Мы сначала тебя переоденем в космическую одежду. В скафандр. Вот так ты выглядишь гораздо лучше. Он, правда, умоляет меня этого не делать. Говорит, что даст мне миллионы, миллиарды. Все, что я попрошу. И даже готов меня прямо сейчас отправить на Марс, если я вместо него надену этот скафандр. Но поздно, Иоанн Маск. Извини меня, но поздно. Так вот, смотрите, тут есть три разных выхода к ракете. Я, наверное, споднимусь на самый нижний. И как раз таки здесь мы его привяжем. Такого еще никто и никогда не делал, чтобы человека привязывать к ракете и отправлять его таким образом в космос. Но мы с вами тоже перепроходцы. Если Иоанн Маск первопроходит в том, чтобы лететь на Марс, то мы с вами, получается, первопроходцы в том, чтобы привязывать людей к ракете. 20 минут до запуска. Ракета уже гудит и трещит. Нам нужно поторопиться с тобой, Иоанн Маск, потому что баки почти заправлены и скоро начнут запускать двигатели. Так, немного свяжем здесь, подтянем тут. Так, вроде зафиксировано. Отлично. Ну что ж, Иоанн Маск, ты привязан к ракете. Могу тебя об этом поздравить. Я не могу поверить, что у нас получилось. За этим взлетом будет наблюдать весь мир. Миллиарды людей и миллиарды людей увидят тебя, Иоанн Маск. Они зааплодируют, когда увидят, как ты взлетаешь вместе со своей ракетой. А мне же нужно поторопиться спуститься вниз. Боже, он выглядит отсюда на фоне всей этой ракеты, на фоне всего космодрома, как какой-то лилипуд, как какой-то муравей, который ползет по этой ракете. Смотрите на него, он там, наверное, в дикой панике, но он в скафандре, с ним все будет отлично. Я в этом уверен, как только они выйдут на орбиту, ему, наверное, помогут, может быть. Итак, я пришел на специальную смотровую площадку, люди уже заняли свои позиции. Здрасте. Я пришел понаблюдать за взлетом ракеты. Не переживай, да ё-моё, я пони... Здесь не любят черных, вот что я думаю. Эти парни не любят черных. Я пришел посмотреть за запуском ракеты, мужики, успокойтесь. Господи, какие же они агрессивные. Ну ладно, это не важно. Главное, что отсюда прекрасный вид. Да вы что, офигели что ли, а? Пошли нафиг отсюда все, теперь это вип-ложа. Вип-ложа для Франклина Клинта, ясно? Клинтона, окей, все, смотрим за запуском ракеты. Итак, до запуска остаются считанные секунды. Человечество буквально в считанных секундах от нового шага в развитии. Иван Маск в том числе и так обратный отсчет. Три, два, один, полетели! Уху-ху-ху, ничего себе! Блин, она скрылась, она скрылась, я её не вижу. Она улетела куда-то. Так, нужно отбежать-то я немного подальше. Я хочу понаблюдать за этим взлётом как можно больше. Вот она, я её вижу, она летит, летит прямо мимо самолёта в открытый космос. Боже мой, какое же красивое это зрелище. Но всё, корабль Иона Маска скрылся. Я буду надеяться, что на орбите ему понравится так же сильно, как и на Земле. Может быть, даже он долетит до Марса живым и невредимым. Даже несмотря на то, что лететь до туда больше полгода. А то даже и год при хороших обстоятельствах. Самое главное, что Франклин успокоил себя. И теперь он не злится на Иона Маска. Он гордится и выгордится собой то, что он первый человек в мире, который привязал человека к ракете и отправил в открытый космос. Я хочу, чтобы вы в комментариях написали, как может сложиться судьба Иона Маска в космосе и выживет ли он. Что думаете вы на этот счёт? Проявите свою фантазию и креативность. Поэтому пишите комментарии, не забудьте поставить свой зверский лайк, если вам понравилось это видео. Да, согласен, взлёт ракета был не самый эпичный, но что есть, то есть. Это всё-таки GTA, а не реальный мир. А у микрофона специально для вас был Мистер Кейс. Спасибо, что посмотрели это видео. Не забудьте также вступить в мою группу ВКонтакте, подписаться на мой Инстаграм. Всем хороших игр, удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...